приветствую дорогие друзья с вами я свал холд и сегодня мы наконец-таки узнаем произойдет ли дэй о дэран что он под собой подразумевает и насколько нам будет больно тем кто писал в комментариях под прошлым видео спасибо я читал это все и за спасибо за интерес советы касаемо востока у нас так понимал здесь это все выделиться будет как отдельная сторона и будем с ней воевать ручек кошмар полный надо копить это понимает деньги на наемников это это не гарантия ничему равновесие я сместить уже не могу и абсолютизм ниже 25 поднять смогу ли я его скорее нет чем да можно конечно сейчас отобрать авантюристов и нам это ничего не изменит к сожалению но будем сейчас национализироваться и ждать наконец-таки уже этого ивента праздник сон а можно здесь сместить куда-нибудь с востока восток примем как знак благосклонности равновесие сил сильно смещено к востоку то есть мне нужно сейчас ее тащить на запад нужно что-то из вот это выбирай до запада воспринимать благосклон давайте запад туда возьмем попытаемся как-то это лавировать как где смотреть вообще куда нас равновесие смещено кроме как там это же должно это быть написано идеи как это отдельно вкладочка летом типа равновесия туда-сюда видимо не у нас они сегодня но нас умер наследник точнее наш правитель постараемся таки выправить нашу наше положение как-то уйти в сторону запада наверное да запад воспримет за восток запад запад оставаться нам нельзя начнут сюда пойдем на запад это тоже запада давайте лучше туда суда пойдем и равновесие сильно сильно невероятно смещено к востоку а почему чем она сильно невероятно из там было написано запад ничего не понятно самом деле очень интересно чем он смещен туда если выбрал запад востоку наш выбрал запад ну чему быть того не миновать что могу сказать и через два месяца так понимаю все свершится даже раньше наверное или за один скорее всего даже мы узнаем что же это за ивент такой чем он нам грозит надеюсь это будет не очень больно вот она начинается на ну кстати не все настолько плохо то они всего 44000 а здесь уже армия стоит ждет здесь правда от восстания 1 непонятно но сейчас мы почитаем оба упадут на 3 будут получены новые задания а его салму этот восстал еще да я так понимаю я за одну войну не смогу его забрать полностью опять до миллиард войн придется вести в империи джат настало время хаоса много лет империя расширялась на запад и восток выбирая все правоверных из многих народов и культур у каждой культуры есть свои нужды которые следуют удовлетворять свое видение формы империи сдачи божественного вестника поддерживать баланс даже когда ширится раскол его империи единственный смертный даже если он сам глаз суруэля не может сделать все что предотвратить волну раскола в ходе правления джадара второго империи вспыхнула колоссальная гражданская война теперь запад и восток бьются за господство историки конор и холес уже окрестили события дей одераном честь пламенного танца традиционного для джадарцев один неверный шаг и ты жутко обожжен она сейчас должна быть выполнена прошло 10 лет сначала дэл дараном империя объединена дипломатий войны счет против держава восточная империя по крайней мере 100 и пока это действует у нас очень большие вижу дебафа да но у нас не все так плохо вижу с этим нас появились новые какие-то задания вроде бы до собрать легиона где интересно а вот она вот на собрать легионы пустынные эльфы исполняли движение дэл дарана так долго как только помнит себя его истоки уходят легионом а корня в уникальную методику тренировок принято легионом джахера что последствия зовет салахат своим домом если мы хотим танцевать его еще хотя бы раз должны обратиться к раннему из наших дней когда мы были скорее армии чем государство равно создать легионы как во время первой кампании джадарцев тем самым кличем с которого сам джадар начал свой крестовый поход к оружию засуяли и свет его затмить ложное солнце и 20 битвах против восточной империи т.н. пенская сеть восточной империи хотя бы 100 а соин эль 15 принца должны быть оккупированы консолидировать власть число старших полков менее 1 айд. не воюй державой в огонь под контролем и там даже захватить ну понятно понятно интересно эти ивента мы ходят сильно выполним и нас я вижу по отлетал конечно этот а тут и повстанцев просто мое уважение как говорится но сейчас будем со всеми ними бороться чё нам остается там отправим два полка на подавле ходить довер даже одного хватило а все остальные полки пуща займутся уже непосредственно войной этих фронтах ну да давайте потихонечку до штурмовать все это дело надо было конечно посломать крепости но ничего страшного думаю в этом нет мы справимся в любом случае да будем потихонечку сейчас все брать сейчас еще армия закончат со всеми нашими приколами на северах и югах других провинциях она мятежников разбить здесь и будет все хорошо вам суда сходишь сюда сюда эти здесь разобьют и нормально будет не думаю что мы сможем в сражении как-то проигрывать них армии ну заметно меньше просто неприятно а такое происходит но в целом меня проблем тоже особо не вижу ты падешь здесь крепость братья вы здесь будете страховать тогда них на всякий случай мало ли что как говорится здесь мы закончили здесь мы потихонечку заканчиваем давлять их а поколебать забудшие провинции партнеры меняются на тайс продолжается с каждым замахом ткани или смены цветов и пусть беспрепятственно потечет поток с востока на запад запада на восток дип очки под контролем не удалось склонить а то есть чем больше мы захватить то есть мы захватываем провинции очень оккупируем а потом прожимаем ее и эти провинции кем-то шансом могут это понимаю вернуться к нам но этим мы займемся обязательно но чуть попозже так надо пойти еще здесь подавить повстанцев про много встала ну ничего страшно я думаю мы справимся могло бы как говорится и хуже печально конечно но делать крепость взята идем дальше пока него армия 72000 плодиться плодиться ладится а чё делать потом хочет гобелена ну давайте впустить их но пока еще ни одной армии их не видел этому этому ладно с повстанцев военный инженер умер это прискорбно вот на дисциплину возьмем как раз разобьешь потом с миша саду здесь он потихонечку припает армия неприятно конечно но не думаю что это как-то ему поможет сильно потому что мы уже хорошо здесь вгрызлись вглубь потому что ли стоит крепости здесь мы взяли есть нужно тоже крепость брать страховать будешь тогда ну да тут сепаратист конечно разгулялись ничего не скажешь осады завершены шикарно да продолжаем наш поход лучше ты и здесь стой вы здесь чем только не армия 94 но вот это уже звучит проблемно потихоньку но вернешь сюда нас лимит армии час до просил малеха ну ничего страшного пройти не могу что-то охранять еще одна крепость пола шикарно идем дальше раса изменников не таков путь вперед думаю что не таков нигде что вообще у к на промах зависает хорошо но на маленьком сомневаюсь что они что-то могут сделать мне примере покажет здесь мы разбили надо здесь еще по станции подавить еще это нет необычная провинция а я вижу пушек нам не хватает а с ускорим тогда процесс а нам очков них вот это не пушка ничего страшно он 40 тысяч бегает давайте поймаем попробуем подраться посмотрим 144 консорт с еще 1 подойдет нормально не стали с нами связываться и правильно сделали ну война на удивление а как вы там оказались вопрос хороший интересный надо ладно подавление прошло 30 1000 освободилось можем на помощь пригнать что-то 1000 нападает у нас ну ладно нападает так нападает что поделать там а за не вступился еще буху варе 400 тысяч это неприятно конечно вот это неприятно но ничем главное сейчас подавить мы должны как что-то контролируете них а что вопрос за провинция дхи давайте поищем ее да и вот это а нужно взять сейчас до возьмем а здесь крепости мешают туда подождем на любом случае упоет деваться и некуда это просто вопрос времени а вот еще один полк идет на помощь нам а опа тут пробились до города устроили потасовку наши гномы мы должны ее взять на потихоньку красить все и туда покрась здесь что у нас но истощение это вижу про хорошее где лимит снабжение здесь да отойди тогда армия дезертирует предателя но не вся один полк перешел под их сторону да это печально конечно сейчас город возьмем прожмем еще одно событие посмотрим в огонь силы джада прошли по всему халану принося войну и мир огонь и сталь и свет и жизнь мы никогда мы не ли таким маршрутом но на земле что мы знали поколениями на наши дома и родные места развязывая жесточайшую войну и всех против всех соседей и братьев вам случае сурель никогда не говорил нам что дело его будет легким но в путь освещен дорога ясна и да пойдем мы в пекло из пекла и если будет на то воля суреля выйдем из него невредимыми а может даже не обожженными пережить пламя восточная империя джад войну осталось больше или равна 15 если мне не нужно с ними воевать инсолидация власти да по станциям поразбираться до конца да сейчас пансан спасаться мы разберемся сможем еще одну прожать тут мы наших дезертиров разбили жаление не полностью но нет не будем заниматься такими делами вообще постараемся задержка выплат усташение но ничего страшного меня интересует попытка вот это сделать либо за будшие души есть лишь одно место а дипломатических науков правителей двора если же одно солнце в небе это солнце сурели единая своей мощи едином совместестве должен должен ли же быть лишь один сжатый очевидно что сурели ярко сеет на нами лишь над нами мы должны донести это до каждого места губернатор каждого жреца каждого храма святилища и карту кто верует жат мы можем а так понимаю на какие-то провинции фокусе на это сфокусируемся а последняя да и мы ее за 50 а это дорого за 50 дип очков мы и свернули давайте дальше чем могу сказать долгий конечно процесс не получилось получилось и иди пачки у меня кончились интересно ты все все очень дорого я бы сказал таким заниматься о город вернули за оккупирован провинции можем таким образом прожимать возвращать их в лона истинной империи это прям интересно звучит здесь что у нас подавление вижу завершена ладно примем петицию пока не до этого ну да война такая затяжная будет и скорее всего пару заходов она будет идти явно не в один давай востоку еще чуть я не крепость беру да да и попробуем драться за крепость чего восстание дворян постоянная прям очень неприятно все давай ставку сделала может зайдет я не получилось ну ладно не отбили обратно давно там крепость армия дезертирует начнем берем наемников они-то не дезертируют точно что армия дезертирует конечно грустно они здесь захватили еще туда но с этим ничего не сделал к сожалению нам бы здесь подавить пока что мятежников нас разбили ухты как вас тут много я не заметил давайте потихонечку отступать соединяться с нами с нашими полками так понимаю как-то здесь печально все давать сражение потихонечку даже так ну ничего ничего справимся мы в обороне вроде как нас много нас могли могли сдюжить и отбиться ничего страшного пока воюем неплохо она войны счет капа там мятежники ушли это шикарно и наш столица вообще кстати я забыл о ней вот она она все на безопасности военный счет у нас капает потихонечку а нужно что вообще сделать занять их столицу мы и заняли так понимаю же да значит все войны счет быть потихонечку нам апать благоволить все будет неплохо главное просто не терять здесь инициативу этим всем следить но и мятежников дичь издавить придется можно нять не мы еще не не потянем это понимал ну ладно ладно нам нужно для прекращения опять таки патиста бы поднимем хуже не будет нам нужно 10 лет с начала войны империя объединена дипломатии войны счет против державы 100 когда он закончится нужно стопроцентной войны счеты и война будет концу так понимаю и проблема скорее вот в этом его 400000 которые там хотят так понимаю меня покарать за всю боль ленского масштаба ну и по станции там бегают тоже неприятные парни под поднимается постоянно новые 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 но куда-то поставить чтоб ты не умер с голоду что давай пока отойди вы чего чуть-чуть глубже давайте зайдем чем а там 100 тысяч бегать не надо туда давайте отойдем не будем тут наглядеть надо генерал назначить еще на сейчас под крепость брать и мы наверное пойдем его шмар это то что чего я не хотел бы увидеть до ловить их чем ай-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой ну давай попробуем дать бой я понял подступаем white 0 армию но их пром больше больше становится со временем уже 150 тысячах у нас рекруты потихонечку кончаются уже и армии у нас дезертирует нашу дата армии дезертировал то будет вообще про печали нам очень печально ну ладно мы справимся дома аж тяжело долго но военный счет пока капает нам они рано или поздно закончатся думаю рекруты и силы хочу хотят вообще дворяне может просто мы им это отмашку дадим просто автономия хотите и сословие ну давайте это проще будет чем даться их всех передавить а мы сейчас пойдем разобьем последний полк мятежников и на этом война с мятежами на закончится по идее вижу здесь драк устроен давайте попробуем давайте пока вот так потом сейчас постепенно подают наши полки новенькие и мы уже вкатимся по полной до нас много они сразу отступили было сделано с их стороны правильно есть нас на саду на ну давай пойдем крепость возьмем вот эту можно там будет дать ладно чем придумаем любом случае все тут мы разбили их и можем теперь выполнить консолидация власти империя джад сюда имела лишь один центр власти двор божественный вестник и теперь когда империя разорвана две части амбициозный губернатор и место магистры забыли о своих обязанностях перед саруэлем жаждут вырвать большую автономию для себя должна напомнить им то божественный вестник и лишь божественный вестник джадар второй единственный кто остается избранником саруэля до сих пор говорит голосом его и до сих пор правит его народом и царство стабильность дома нужно 2 стабильности опустошения опустошение сложно стабильность я уже поднял она и пока все на вижу ладно пока что все что мы можем сделать с этим это вот так здесь крепость падает это шикарно можно еще один полк отправить допустим вас сюда антитом хорошо стоит там тогда у него армии сколько 28 полков они там вижу захватывают наших бедолаг но не как-то плевать честно скажу скоро опять повстанцев станут сожалению нам главное здесь закрепиться в этой части я вижу не готовы к сражениям до 2 поближе ли на юг пойдут их про много по 2000 на нем и не сдержу и отступим я думаю пока что они успеют уйти интересно еще день успели а предателя красавца почти взяли крепость и предали нас это я понимаю ну возьмем еще наемников им правда идти далеко придется ночью делать решили подраться за эту крепость но армию нас немного осталось из-за последних событий а их прям тут много я вижу бегает если не отойдут куда-нибудь подальше может здесь лучше дадим бой либо здесь хран давайте здесь они напали ну разобьет не разобьет нас разобьет до их про много там плохое что здесь есть вот этот союзник он очень жестко нам мешает во всем этом деле ну ладно я понял свою ошибку и так с помощью небольшой магии монтажа я вернулся во времени теперь я знаю что нам ожидать войны поэтому можем к ней немножко подготовиться сделаю это очень бесчестно бесцеремонно не по-людски я просто возьму и пас нашу здесь все крепости бы нашим врагам было тяжелее это все оборонять мы быстро лавины это пройдем все захватим и по идее война быстро закончится я думаю я надеюсь я верю крайне мере в это давайте посмотрим по крепостям а здесь одна осталась еще на и вот здесь еще есть одна на и по идее здесь крепости больше и нет у них принципе говорится их проблемы мы сейчас отступим за черту и будем ждать этого инцидента лишь надеюсь что не произойдет но это невозможно он в любом случае так понимаю произойдет поэтому остается только ждать и надеяться за получать здесь национализировать смысла нет но получается нет смысла национализировать здесь ничего потому что зачем еще с ними будем воевать так понимаю до лучшим это все отменяем сэкономим очки потом уже как бы займемся ими где-то не не надо здесь не надо анализироваться не будем подожжем куда не станут ну и можно наверное даже оставить повстанцев пусть захватывают все 36 процентов ладно по станции вставлять не будем это уже совсем перебор пойдем все-таки поможем стараемся всем этим сделать что-нибудь интересным ну и одна армия пойдет сейчас зачищать всех постанцев в этой области ну и сейчас случится опять это событие лучше не отступать а суд произошли это понимал восстание всех кого только-только было возможно и невозможно но мы не отчаиваемся мы это сможем перебороть в огонь сразу и сразу раз в огонь сразу в атаку пойдем не здесь крепости вообще нет никаких поэтому это будет довольно быстро теперь что без крепости не только в столице крепости всем значит моментально возьмем пойдем найдем их армии по разбиваем по захватам и все будет отлично я по крайней мере хочу в это верить а теперь по цене нас побольше стран прошла всего одна была теперь прямо твердыня верху и эти и те и эти все короче кто захотел и это даже бедолага тоже присоединился темы вроде как вассал должен быть но но видим у нее свои мнения на этот счет были и на юг идея и до идеи суда суда и жила тяжело а сам еще вас восстание вижу тут не прекращающийся бушуют ну и можно раз такое дело война если на войну поставим боевый дух поднять нашим людям ну и стабу давайте прокачаем уже от этого точно уж не будет только лучше распределим армия равномерника все это захватим быстренько вот ты здесь стой а вы здесь давать распределять и оккупируйте и этих страхуешь но война такая прям неприятно неприятно гражданские войны в принципе приятными не могут быть ним честно с собой а не короче на юг идите об столице лан не берут вроде бы да вроде нет это уже хорошо я думаю и суда ты здесь давай распределяемся и планомерно быстро занимаемся земля не вижу тут собирают уже в атаке да тяжко тяжко ничего не скажешь война конечно такая себе нам такая такая очень такая микро контрольная бы назвал сюда иди и суда иди вы тут да и возвращайся тоже сюда объединяться будем здесь на микроконтроле здесь конечно просто куча но сейчас а все будет главное купировать а там потом мы разберемся я думаю тут мы поймали разбили дальше идем но вы тоже идите этих поймать и тут бегают сюда да да объединяемся если у нас почти закончено здесь полки объединились могут прийти на помощь и вся страна не вроде как оккупирована уже но как-то не чувствуется свобода 15 провинции нашу сторону alan сказецого процент это можно организовать давайте организовать искать 15 на скор Timothy на штор на можно да давайте займемся вот это перешла дальше вот это и решила дальше вот это перешила дальше вот это и решила дальше это вот это вернулась здесь что вот это давай тоже вернулась шикарно немножко весьма укрепились таким образом может у меня никто выходить из войны не хочет насколько вижу принципе это не удивительно вполне себе нормальная реакция мы воюем да вот это самый неприятный противник здесь на 400 тысяч армию еще повстанцы к про которых я забыл опять приятного мало короче во всем этом действии так погоди ты сюда вы объединяйтесь раз изменников ничего страшного поймать вот эти бы тысячи разбить бы их пока как-то не получается вижу ну и наверное да поставить сюда вот так сделаем что побыстрее к пола именно нам ант коррупция 02 не страшно вообще эту армию поймать надо ловить их мы в теории должны их разбить с типа больше мы вайп нуля и они отступили главное мы смогли их побить там уже проще будет все вся страна него покрашена чтобы не выбивать союзников в лице вот этого гнома бедного не знаю зачем он влез вообще дайте он захочет выйти на пока как есть стоимость советников давай ладно пока давай так как ты поближе иди за начал от этого желтого выбьем чтобы он не мешался нами думаю еще недовольство он сеет давай ты сюда туда иди будем страховать их и потихоньку выбивать тех противников до суда иди потихоньку будем желтый выбивать потом северного его союзника потом уже зеленый будет давай голубая 120 деньги небольшие на можешь выиграть мне не выиграли а ты с кем еще воюешь куда он еще воюет кроме нас кем-то поэтому есть возможность закрепиться так понимаю тогда давай бери крепость здесь а ты здесь вы потихоньку здесь красть и штурмуйте это все дело почему не можем стрельнуть артерии не хватает до сейчас подведем еще полк стреляй и берите как можно быстрее будем их из войны уже вынимать панечку одессе вижу зашевелились отойдем неохота в это вылезать во всем делайте столице мы только что и взяли на пожалуйста из войны он не хочет до последнего не хочет не хочет и все мы сейчас вам покажем что им надо захотеть это плохо кончится все постаться конечно бушуют мурак все покрасили а там разбили их куда-сюда ты чуть назад отойди желание войны сильная у них его выбить уже чуть попроще было бы крайне мере никто не мешался бы нам него самого армии сколько 57 полков это бегает вот они как раз да стоят но пройти можем не не можем пока этого тоже вроде кошмарит наш вассал на из особого успеха вижу микс хари мари не хочу ухудшить отношения нам ножка война тяжко а мы начнем на юге занимается освободительной кампаний она наверное еще полк послать на всякий да их ловить разбивать о вайп пожалуйста спасибо за вайп вроде бы все здесь сделали боевать еще хотят я круто пока есть они там что-то красят и пытаются есть отбились здесь добиваемся у крепость пола эти две армии возвращаются обратно а какая вот от нижнего пола до выходить он не хочет потому что а зубы или дэудран они настолько все плохо до можем пройти акт если подумать можно пройти попробовать с ним подраться этот полк поймай нехороший он всеми навалимся и разобьем идем дальше него по армиям осталось я вижу 23 союзники у него рых очень большим но нам столицу пытается еще взять и какие какие про хвоста ладно еще с пушки здесь пока стойте и бери это плане высокого них уж доказывают были дэудран с этим мало чего вижу по делу сейчас этому надо просто бегать и ловить их разбивать об лучшей провинции какие давай вот эту вернем домой может так 15 раз сделать насколько я вижу еще восемь и победа в сердце восток воспринимать знак благосклонности потом и налывает нужно 30 провинции вернуть и восток воспринимать знак благосклонности военный счет сто процентов ножом и постараемся реализовать война пока что потихонечку продолжается мы здесь уже смогли полностью уничтожить армию восточного империи джада а полностью почти уничтожены 10 армия не полностью оккупированы потихонечку есть мы вгрызаемся по потерям у нас с нашей стороны 263 тысячи суммарных с их стороны полмиллиона мы очень много несем потерь от истощения потому что если них не очень хорошо прокачаны земли мы здесь потихонечку возвращаем наши земли через дипломатию бумаг на к не хочешь возвращаться но это до поры до времени скоро он передумает а так постепенно у нас получается выигрывает сражение сражение вот они здесь и бегают а новица и мы сейчас понимаю пойдем и объем настолько подведем побольше к нам солдат и подкрепление подойдет на всякий случай и мы вот также потихонечку будем сюда вот так влетать пока стойте все вот они мы их разбили они отступили и так вот мы сражение за сражением в игру у нас уже 84 военный счет он капает потому что мы контролируем столицу нам это нужно за нациализировать интерес этом война жесткая война тяжелая но не менее мы постепенно одерживаем здесь вверх не может не радовать останутся вроде как больше нет армии не дезертируют пока что пока не осталось еще 260 тысяч них армии осталось здесь это прям очень печально мы их вот вот этой крепости ловим постоянно поэтому будем надеяться что они и дальше будут на это вестись нам осталось еще сейчас посмотрим еще много 6 6 провинции нужно вернуть через дипломатию чтобы поражать а уже что прорвать можем да что именно где это а вот пережить пламя нас уже защита крепости а то не защита крепости упадет до звена устала сейчас а у них 15 нас маленькая еще эти таки попробуем вернуть провинция какие-нибудь домой столицу не надо на улететь непонятно куда поэтому вот это давай там постепенно мы к этому движемся к этой миссии и нас военные очки еще на 11 пока поднялся 9 значит но мы так понимаю что давайте вглубь прорезаться сколько-то возможно для нас на данный момент не вроде как армии есть но пока непонятно где она обитает они здесь решили подраться давайте попробуем выбить моего малыми силами куда им то не помогают удивление этому постепенно потихонечку полигонечку мы вносим здесь house и у них повстанца повстанцев от раз на их стороне воюет нашим сожалению это же неприятное варскором сбивать будут 91 уже военный счет давать это попробуем поймать все-таки эти 1027 тонут им помогать не стал и они были полностью уничтожены попробовать это столицу уже этого ханства если у нас как а давайте драться здесь мы их разбили христиан этих бедных что можно взять поинтересней но бумаг все вернулся бумаг дома здесь мы стреляем и отходим здесь круг придется делать значит ходить пока что рядом постоите вот и суда иди просто 91 значится 10 иди разбивай здесь мы сейчас и крестьян подавим не страна в нем не нуждается мы так справляемся давай давай прям крестьяне нас много людей поубивали вижу сожалению нас рекруты как-то под закончились уже терпимость корком 3000 рекрут ну давай чувствуется на неприятно неприятно это все тихо 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 а не можешь анта поддержать ребят уже 92 процента 93 а нужно сто процентов я так понимаю я не туда по идее должны будут сдаться ойма зарядка зарядок пошли да ну-ка но ничего страшно на нем наемников как раз есть деньги на них вот здесь делом отрядик один а вы поближе подойдите бы помочь а ты закончил возвращайся на сбудешь здесь помогать вы отбиваете здесь всю эту штуку 902 уже до плохо идем я думаю столица них упает они быстрее передумают армии дело на его месте так и сделал можно еще провинцию вернуть домой какую-нибудь на какую только давай вот эту не хочет не получилось да ну ладно не самое страшное что произошло уже 95 а думаю крепость опадет и они должны будут уже сдаться да попробуем ускорить процесс взятие крепости с наемники основного дух попробуем отстоять крепость ты получится то вряд ли конечно на но может получиться он по на здесь ловить пришли ну уходите пока уже уходи ну да там их тоже много вижу из обходить долг да и попробуем ускорить осаду еще одним полком мануфактуры конечно же не у нас мы крепость взяли давайте сразу теперь разобьем их 99 военный счет сейчас будет 100 100 сейчас не будет рай мне потроллила иначе подождем там он капнет скоро будет хорошо 45 тысяч наверно 100 отправлю ловить их полки там глубине нашей стороны бегают зачем-то непонятно давай сто процентов это все закончится он чуть-чуть осталось войны счет против них соточка должна быть чем с косить еще делается я вижу восстание первое как раз от наемники займутся имя думаю то они наемники чем еще делать их не жалко их много да давайте дальше здесь оккупировать постепенно и вгрызация вглубь повстанцы всякими как это неприятно сотка не капает никак никак не хочет прям очень грустно здесь чем разбили нет раз изменников у нас нет все хорошо значит наемников отправим давить митяж который здесь назрел есть еще 6 будет митя что мы сейчас немножко закон 3 мы почему не копаешь об не пожалуйста об ну но он не прибавился почему-то почему не поднимается до 100 процентов что мы не оккупировали его полностью что ли это как-то глупо что война на источник на уничтожение по сути с ними ведется на все же из воем больше с мятежниками чем с армиями самого противника и это на мой взгляд довольно глупо он давайте две армии объединим в одну нет смысла держать порознь сейчас наемников наймем мы будем давить уже чужие мятежи с такое дело конечно вы здесь перекинулись уже здесь стоите ждете меня я вас что-то не сомневался ни секунды но война конечно очень странная и мы закончили эту войну вроде бы конец да и ада рано танец окончен обычно когда деда ран завершается танцор отдыхают передавать друг друга бурдюк с водой или бутылку джахерского лучезарного но только не сегодня были жесткие битвы но не было такой с которой нам бы не помогло справиться сила саруэля что поддерживает нас пролито реки крови но нет такой жертвы какой бы мы не были готовы воздать саруэлю были молниеносные атаки но не было таких какие мы не смогли сдержать во имя саруэля наконец мы сразители сразили еретиков воскреснили имя саруэля и отринули истину джада пусть даже не пытается обмануть на своей ложью будет вино но эрелас будет пить его в одиночестве ведь она готовит еще три армии одну из бюрократов и управленцев чтобы достовериться что богатство мятежников регионов пойдут на благо дела одну из военных советников дабы они разбрелись по бескрайним землях и обеспечили абсолютную власть божественного вестника еще одну из шпионов и светоносцев чтобы никогда бы никто под солнцем жада больше не посмел даже помыслить о такой ересь деда ран завершён и мы победили мы получили модификатор божественный вестник мы полностью посадили восточную империю джад и про это событие расположение двора бац а война-то за а война-то продолжается давайте я так понимаю этот ивент может еще произойти пару раз или как или все отдал даран пустынные эльфы исполняли танец дарана веками до того как из нас роли открылась жадару и после того во всякий раз когда мы танцевали в будущем мы должны помнить этот раз день когда солнце столкнул с другим солнцем когда брат пошел на врата империя на империю эпоха смуты и скорби и к счастью теперь эти времена в прошлом подобно солнцу что неумолимо встает после темнейшей ночи мы должны вновь последовать цели царе или посвятить себя исполнение его замысла золотая нить здесь нужно а путь восстановить шелковый да куда бы нам двор перенести но я бы наверное перенес бы ее на святую гору где-то там напомним давали а нет не деда давай в бросан переедем разница нет а война-то продолжается только непонятно зачем с кем и почему но она продолжается и притом они сдаваться не хай потому что да да ран горит прям каш интересно как мы с ними вану минус 200 то есть даже если их купюру они не сдадутся это разработчики табак потому что война-то продолжается деда ран хотя мы закончили немного вопрос и бахарский сепаратисты где они почему не да не вообще из дела непонятно очень непонятно потому что потому что если ничего сделать не могу война продолжается хотя требования мира но не не согласна все должны проиграть в любом случае или чем странно да да ран закончен указут были здесь у них висит поэтому это мы не могу его закончить это прям реально странно прям сумасшествие какое-то и закончить не могу и никак очень странно и как ничего не с этим делать воевать до ста процентов воин скоро надеяться что он закончится ну давайте ладно попробуем повоевать я просто на предположение даже нет сейчас здесь в основном воюю уже с крестьянами с местами только армия противника то не сильно уменьшается на стал уже как бы резервы кончаются противника я вижу вообще параллельно 300 военная усталость они готовы сдаться наконец вера не готовы закончить его на слава богу я-то думал нам еще воевать его зато мы сможем еще отжать пару земель я так понимаю а вот и не помню захват они его оставлял тогда на мы можем еще чуть отъезд и так понимаю спасибо деодорану говорится мы еще смогли взять территорий пока вот тогда а чё плохо что ли да нет очень даже неплохо я бы сказал там колец конечно ну стать маленькая он все деодоран теперь официально закончен уже и в военном плане и мы что-то выполнили на восстановление храма давай везде где можно чем бы и нет это деньги остановить золотой путь в рахения давайте тоже сделаем 2000 все немного но и 202 сверх расширения так понимаю это сейчас захотите южную реку да мы выполнили 200 вас расширение это круто прям круто ну ладно я думаю сейчас это переварим как-нибудь плюс-минус постараемся сейчас будет просто орда восстаний но самодеятельно что деньги у нас есть пока что это прям реально самое удивительное во всем этом процессе на этом я думаю данная серия пойдет концу она вроде вышла очень большая она посвящена была чисто нашему бедствию надеюсь вам было интересно ее смотреть если так то поставьте лайк если нет то дизлайк все логично просто также можно писать комментарии свои советы касаемо дальнейшего прохождения как лучше здесь что делать и также можете поделиться этим видео своими друзьями которые увлекаются европа не ресса лист точнее модом анбинар ну и само собой переходите в мою группу в телеграме там вы найдете но он со стримов которые проходят как минимум раз в неделю а также там все анонсы видео и принципе новости по каналу там находятся поэтому всех жду а на этом все спасибо что смотрели и до встречи в новых видео